Барнаульский разлом за годы своего существования практически стал местной достопримечательностью. Распиленные многоэтажки теперь остались только городской легенды, однако скандалы, которые возникли по поводу территории, на которой велось их строительство, не утихают до сих пор. Весной на месте развален по разрешению собственника. Земли частный предприниматель Алексей Балымов поставил небольшую кофейню. Власти города здание сразу же сочли незаконным и теперь настаивают на сносе. Указанный объект является объектом капитального строительства, а соответственно должно быть разрешение на строительство. Владелец точки утверждает, постройка не капитальная. Это значит, что на частной земле ее можно возводить без спроса. Со слов администрации здание нужно снести еще и потому, что оно стоит на постоянном фундаменте. Давайте посмотрим, как выглядит этот фундамент. Если наклониться, тут можно увидеть, что бетонного покрытия здесь кроме вот этих камней нет. Я, конечно, не строитель, но, как мне кажется, на фундамент это мало похоже. То есть кофейню легко перемещать с места на место. Как делали экспертизу несуществующего фундамента – вопрос. Мы не смогли связаться с Алексеем Балымовым, но его фраза о возможном будущем территории Барнаульского разлома разлетелась по соцсетям. Если суд примет решение о сносе, я устрою шоу. Сниму полы в павильоне, подложу трубы под его каркас и перетащу на участок, который в моей собственности. Пусть сотрудники комитета ищут фундамент в щебеночной подушке и свое реноме. А на освободившемся участке поставлю шесть туалетов. Тем временем некоторые барнаульцы и даже приезжие туристы вспоминают распиленную семиэтажку. И даже не против ее вернуть, как памятник архитектуры. Но и кофейня на месте руин их нисколько не смущает. Хотелось бы, чтобы это место по-прежнему привлекало туристов. Чтобы, например, люди могли прийти в парк или в кафе и там услышать историю того, что было на этом месте раньше. И таким образом эта городская легенда бы оставалась живой и по-прежнему отражала какую-то часть историю города. А вот еще несколько вариантов застройки пустыря от горожан. Я как мама детей открыла бы какой-то детский центр здесь. У нас в центре очень мало. Фонтан. Клумба. Ну, что-то такое. Какой-то уголок отдыха красивый. Теоретически, если в здании кофейни открыть нотариальную контору, постройка станет законной. Это со слов городских властей. Якобы разрешение есть только на бизнес подобного рода. Однако сносить или нет, решит уже суд. Но, скорее всего, история на этом не закончится. Участок так и тянет к разломам. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Продолжение следует...